Кандидатура Мишустина прошла, потому что его отец еврей, а мать армянка. Знакомство было много, я не думаю, что такое, чтобы он знал, кто такое там очень конкретно этот Мишустин. А ему говорят, что заболел. Что, ему доктора надо вызывать? Я вообще не был болен. Откуда вы это берете, понимаешь? Путин неожиданно говорит, но если вы тогда в больнице доберетесь, позвоните. Так, скоро это время пришло. Ну, пришло это время, да. Снятие Мишустина, премьер-министра Российской Федерации и своего поста, отставка фактически этого Мишустина своего поста, конечно, вызывает очень много разговоров. Конечно, можно говорить, ну что мы тут говорим, там болезни, и Песка говорит, что он выздоровеет и будет снова на посту. На самом деле, все политические образователи понимают, что, ну, все это спектакль. Конечно же, фактически мы говорим об отстранении Мишутина из своих обязанностей. Вот решили, что не надо, чтобы этот Мишустин выполнял свои обязанности. Поэтому вот такой спектакль, что якобы вот заболел господин Мишустин. На самом деле, ничего такого, конечно, нету. Вообще, появление господина Мишустина на посту премьер-министра была стучайность. Владимир Владимирович Путин сам решил описать эту ситуацию, что он консультировал со старшими товарищами, и вот они ему посоветовали снять Медведева, и предлагали там список, список предлагали, кто должен стать премьер-министром. Ну вот этот Путин смотрел, смотрел этот список, а решил все по-другому, что будет Мишустин, руководитель как бы налоговой службы. Вот он будет премьер-министром. Конечно, Путин знал Мишустина, все-таки тот долго работает в госструктурах Российской Федерации, но понятно, что он не входил никак не в ближайшее окружение Владимира Владимировича. Так что, как бы, знакомство было, но, как бы, я не думаю, что такая, чтобы он знал, кто такое там очень конкретно этот Мишустин. Ничего не знал. Главное, почему Мишустина назначили, очевидно. Дело в том, что по Конституции премьер-министр является наследником президента. Если президент помрет, вот его преемником будет премьер-министр Российской Федерации. И это и был главный пункт, вокруг чего, как бы, этот Путин танцевал. Он не хотел, чтобы его преемником был русский. Был бы такой человек, который их прям без всяких вопросов мог бы занять президента, если он премьер-министр. Понятно, что если у тебя отец юдей, а мама армянка, ну, в общем-то, это, как бы, большие проблемы для России, чтобы, как бы, там этот человек мог бы что-то там занять, какой-то там президентский пост. Нравится ли это нам или не нравится, но вот так именно это и было. Кандидатура Мишустина прошла, потому что его отец еврей, а мать армянка. И, конечно же, мы, как бы, понимали, и мы здесь, Ору ТВ, говорили об этом, что это технический человек. Он нужен для очень, для очень короткого времени. Он технический премьер-министр, который должен взять, как бы, ответственность со всей неудачей, а потом его сменят и будет назначен какой-то политический дежеловис. Ну, многие говорят, что следующим, как бы, примером может становиться Сергей Собянин. Конечно, когда Сергей Собянин становится премьер-министром, он сразу, конечно, превращается и преемника Путина. Ну, вот такие вот идеи у групп, которые вот провели эту крупную операцию. Но другое дело, что Мишустин-то, как бы, далек от Путина. Ну, вот, он был премьер-министром, ну, есть премьер-министр, но это все, как бы, зависит от того, какое настроение Владимира Владимировича. Ну, он играет с этой куклой, этим Мишустином, там, месяц, два, три. Люди, которые знали Владимира Владимировича, конечно, могли сказать уже сразу, что через какое-то время эта кукла, этот Мишустин просто надоест Владимиру Владимировичу. Это чужой человек, поэтому отказ от человека, этого человека, легко. И вот мы видим этот результат. Почему Владимир Владимирович Владимир Владимировичу надоело этот Мишустин? Ну, как бы, ну, очень сложно, конечно, сказать. Вот именно то, что просто он на самом деле не знает его. Он, рейтинг у него очень низкий, как бы, ниже, чем у теперь у Медведева был. Может быть, он вел как-то себя так, как это не нравится Путину. Ну, тысячи причин. В всяком случае, выбран, как бы, замена. Выбран замена. А замена-то оказывалось, что это один из тех людей, которые и предлагали осенью Владимиру Владимировичу как кандидата в премьер-министр. Это, конечно, Белоусов, который, конечно, многие годы был советником Путина, работал везде с Путиным. И является, как бы, главным там кремлевским макроаналитиком по экономике. Понятно, что он и был кандидатом на пост премьер-министр. Вот теперь стал исполняющий обязанности премьер-министр. Ну, конечно, мы должны понять, что нынешняя ситуация такова, что, конечно, Путин ищет такие ситуации, где показать публике, кто виноват, скажем, нынешней ситуации. Кто там руководил у нас правительством и экономикой? Мишустин. Ну, значит, он не виноват. Не может быть виноватым Путин. Вот что хочет Путин сказать населению. Он ищет козлов отпущения, а, в общем-то, Мишустин и был избран на этот роль. И теперь так скоро это время пришло. Ну, пришло это время, да. Конечно, вопрос был о том, как это оформить. Но, видите, политические полиции Советского Союза, идеологические контрразведки Пятого управления ГГБ СССР, там, конечно, всегда учили, что, ну, когда дежелые времена, обязательно нужен карнавал. Конечно же, пир во время чумы. Вот что нужно организовать. Поэтому, конечно, нужно организовать какие-то события такого карнавального характера, чтобы было бы смешно, и люди, да, было бы тема для обсуждения, чтобы они обсуждали именно это, а не состояние экономики. Конечно же. Поэтому и отставка нашего Мишустина был организован как карнавал. Дело в том, что у Владимира Владимировича есть любимая тема. Это медицинская тема. Ну, он очень любит эту тему, вы видите, и вот дочери постоянно этими темами занимаются. То они изучают, как это там карлики могут быть, и почему они есть, да, помните. Там еще какие-то темы такие. Медицина. Вот любит Владимир Владимирович очень медицину. Вы помните, там, как он там кричал, там, на одного олигарха из металлургической индустрии, который не приехал на какое-то совещание. Он спрашивает грозно, и где этот, как бы, деятель? А ему говорят, что заболел. Что? Ему доктора надо вызывать, отвечает Путин. Так что это, как бы, его любимая вещь. Вот, как бы, болезнь, доктор. Ну, откуда мы знаем, откуда это? То там с ним, может быть, когда он был маленький, играли доктора? Или все-таки он, как бы, был очень больным ребенком, и все время докторы с ними занимались, занимались, и, как бы, он заненавидел этих всех этих докторов. В всяком случае, вот, демоболезни – самое главное, как бы, лексиконе Путина. Если вы видели там, что Путин вытворял с этим Мишустином, то вы должны обратить внимание на конец их разговора. Дело в том, что, конечно, Мишустин просто участник этого карнивального представления. Ему сказали, что надо, как бы, уйти, как бы, на отдых пока. Он, как бы, конечно, согласен, докладывают Путину это, что вот, заболел, пойду, как бы, лечиться. Но понятно, что последняя фраза, что сказал Путин, было для него абсолютно неожиданно. Путин неожиданно говорит. Ну, если вы тогда в больнице доберетесь, позвоните. По реакции Мишустина вы видите, что он просто в шоке. Потому что явно ему никто о больнице не говорил. Он-то думал, что он будет просто самоизолироваться в кабинете и продолжать руководить. Как бы, ну, как бы, больничном режиме, но руководить. О больнице не было речи. А тут Путин выдает, что вы идете в больницу. И еще такой формулировки, конечно, бандитские, что если вы доберетесь туда, а может быть, и не доберетесь. Но, как бы, странная, конечно, ситуация. Но это чисто путинское. Если вы... Это просто показывает крайне недовольство Владимира Владимировича этим Мишустину. Ну, вы помните, один из любимых тем, вот эти все эти болезни были, когда премьер-министром был Дмитрий Анатольевич Медведев. Случился какой-то там грипп России. Путин выступает в каком-то там правительственном совещании, Медведева нету. И он вот так и говорит. Вот не уберегли Дмитрия Анатольевича. Ну, это вот звучит так, что выпал из рядов. В общем-то, этот как бы намек был очень сильный, потому что через пару дней Дмитрий Анатольевич ответил, что когда ему спрашивали, что вот вы были больны, вот теперь вы здоровы. Он так рьяно, так сказать, бросил глаза этим журналистам, что я вообще не был болен. Откуда вы это берете, понимаешь? Ну, брали они, конечно, это от Путина, что они уберели этого Дмитрия Анатольевича. Но это просто сленг этого Путина. Именно когда идет речь о болезни, что человек болеет, в глазах Путина это вообще не может быть. Если руководитель болеет, ему нечего делать, как бы, руководство стране, страна. Это слабый человек, это как бы ни к чем на человек. Поэтому все эти разговоры, конечно, о болезни такие и есть. Помните, Дмитрий Анатольевич Медведев успел делать одну большую шутку еще перед этим коронавирусом. Он решился, именно осенью 19-го года, осталось только там чуть-чуть до отставки Дмитрия Анатольевича, он поехал в Новосибирск. Знаменитый вектор. Это заведение, создание биологического оружия Советского Союза, теперь Российской Федерации. Что там Дмитрий Анатольевич делал? Он как бы пошел, чтобы открыть линию, чтобы производить вакцину против вируса Эбола. Знаменитый вирус Эбола. Вот этим и занимался Советский Союз. Там знаменитый доктор Владимир Пак. Вот там создать Эболу, чтобы распространить по всему миру. Ну и поэтому, конечно, у них там одновременно занимались тем, чтобы создать вакцину против Эбола. И Дмитрий Анатольевич поехал в Новосибирск, что там говорит о том, что вот сейчас будем производить вакцину для Африки. Будем вот эту вакцину, которую уже так хорошо попробовали где-то. Но не удалось понять, где они его попробовали, конечно. Но вот, чтобы мы будем его все это тащить туда, Африку, помогать Африку. И вот так, так сказать, занимаемся вот вирусом Эбола. Ну и здесь, конечно, Дмитрий Анатольевич еще там решил пошутить над этой темой, конечно. Но вот, видишь, его шутка, конечно, довела до того, что он не только в отставке, но вот у нас какая-то просто сейчас какая-то огромная проблема по поводу этих Эбола и этих гриппов, за которыми долгое время гонялся Путин. Но Путин, конечно, гонялся очень как бы четко. Дело в том, что у него занижен иммунитет. И то, что там всякие министры ходят какими-то гриппами и заражают великого руководителя, это вообще недопустимо. Поэтому он не вел жесткий разговор на соседании правительства в 2017 году. Что это тут гриппами ходите, понимаешь? Надо вакцинировать себя. Надо вакцинировать себя. Если не вакцинируете, самосострел. Да, всех расстрелять. Тут меня, великого руководителя, заражают гриппом, чтобы я помер скоро, понимаешь? Жесткий был такой разговор. И чтобы люди поняли, Владимир Владимирович им объяснил, что он сам тоже уже проходил вакцинацию. Ну, в общем-то, такие вот танцы вокруг всяких там этих гриппов и болезней. И, конечно же, когда Путин стал говорить о том, что, как бы, вот, дорогой Мишустин, да болен, то это сленг. Господин Мишустин не болен. Он абсолютно здоров. Просто он политически болен. И ему надо, как бы, посторониться, понимаешь? Будет другой человек. Белоусов, опытный, помощник Путина по макроэкономике многие годы. Вот, можно сказать, что после того, как Илорионов ушел, вот этот человек вот там посоветовал и Грефу, и Набибуллине, и самому Путину. И поэтому это доверенный человек. Сейчас, как бы, экономика шла, как бы, раздрай. А причина-то очень простая. Это странное решение Путина по поводу нефти, другие какие-то проблемы. И нужен крупный специалист по макроэкономике. А такой, как бы, организатор, как бы, не очень-то, как бы, глубокими знаниями по макроэкономике, как Мишустин, уже не нужен. И поэтому, видите, такое неожиданное решение для всех, что человек якобы болен и должен вот лечиться. К разговорах о том, будет ли он возвращаться после лечения, но это мы посмотрим. Это мы посмотрим, конечно. Дело в том, что у всех политологов мнение, что в связи с тем, что он временный премьер-министр, это может быть на короткий срок, на год, а может быть и меньше. Так что пока это все эти видения, как бы, оказываются правильными. Что этот человек не годится на пост премьер-министра, он временная фигура, а нынешнее неожиданное событие на мировой арене, к жалению, там, участие Путина, просто убыстрили эти темпы этих решений, и в Мишустином фактически уже все.